с детства нормально ты как я тоже хорошо как настроек нет отлично я живу приехал отдыхать да что-то ты не по-ульски выглядишь это не переживай мы сейчас это исправим так твой карнавальный костюм нам придется снять я тебе вручаю вот эту клетку аульску она бомба вообще в тренде даша звал добивно рифа до тебе вот это хочу вручить а а и и и и и и и Налетай. Что ты делаешь, Ахмед? Это упражнение 5 раз в день делай, спина болеть не будет. Как вообще аульские каникулы проходят твои? Нормально, но ты сказал, что мы отдыхать будем. Это что такое вообще? Забор кладем? Для нас аульчан это отдых. Это мы городские. У тебя логистика, да? Да, у меня категория БЦ. Я на тачке сегодня. Давай теперь поменяемся. Поменяемся, да. У тебя права есть? У меня Б. Идем. А, вон еще осталось. Перед тем, как выпустить коров на пастбище, их надо подоить. Что, мы не доили в детстве коров? Удачи. Как ты это делаешь каждое утро? А кто сказал, что это я делаю сам? У меня для этого аппарат есть. 21 век, Ахмед. А все, что я надоил, я выпью. Бомба. Смотри, как они тебя ждали. Нурби, смотри, тут один потерялся у тебя. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Я тут урожай насобирал в курятнике. Вот это? Да. Урожай так урожай. Серьезный, смотри. С троусиной яйца. Я тебе предлагаю умыться в душе старом добром. Вот в этом? В этом. Вообще, честно сказать, я хочу пойти на речку. Мы вот с Нурби все детство провели на речке. Нас не отпускали, я вам говорил. Пока мы не уберем коровник, не поработаем на речку. Вот хочу вам ее показать. Мы приехали на речку. Как раз наш дедушка пасет овец. Давай мы его отпустим. Пусть покушает. Где-то я часик не приеду. На ковер выходит Коспо Яхьяз Якиревич. Мастер спорта международного уровня. Ходи, ходи. Да-да. 79 лет. Если рука не болела, я хорошо кидал. Но это не мешает вам, Нурикова, раскатывать. Массаж, массаж. Все, хватит меня бросать. Вот здесь вот массаж. Полегче, что ты отдышался? Что там отдышаться? Дыхание хорошее исключительно. В общем, давайте покушаем. Через часик приедем. Продолжение следует. Это все хорошо, Ахмед, ты скажи, что готовим-то хоть. Мы приготовим рыбу, карпа, зеркального карпа. Сейчас я его вот так порежу на кусочки, на стейке. По-домашнему, по-вкусному. Зажарим. Зажарим в муке. Это на уху. Вот она такая красивая, свежая. Такой размер оптимален, чтобы побыстрее прожарилась она, да? Да. Ты же попросил потолще. Помимо того, что потолще, хочется, чтобы она побыстрее приготовилась. Голод не тетка. Я думаю, так оставить или еще порезать? Оставляй, мы не в ресторане. Ну да. Давай вторую рыбку тоже влагу уберем с нее, все. Наша рыба сухая, крупный карп, кости толстые. Ну, знаешь, Фат, сразу видно, в ауле рос. Да, суровый. Но нож наш тоже не подарок. Любую рыбину, любую кость разломает. Я смотрю, у тебя доска серьезная, там, Дорогой Ахмед написано. Вообще, откуда появилось вот такое у тебя прозвище? Дорогой Ахмед? Да. Я когда был маленький, я всегда уходил, любил гулять очень, с друзьями, футбол играть в детстве. То туда, то сюда. И когда я уходил, мне нужно было всегда написать записку. Я когда ее писал, мама, я пошел играть в футбол. И всегда подписывал внизу, Дорогой Ахмед. Как-то это прижилось ко мне еще с того времени. Кс-кс-кс, Флажок, кушать будешь? Все, рыбу разделал. Сейчас мы ее посолим. Хорошенько перемешать надо. Ну все, пускай рыба постоит. Минут 40, я думаю, будет достаточно. Пока мы сделаем салат из свежих овощей. Рифат, смотри, какую я зелень нарвал свежую. Гаромат до сюда ощущается. Вон там. Ну что, порежем все овощи вот сюда. Кстати, люди делятся на два типа. Те, кто любят помидор, и те, кто любят огурец. И я люблю помидоры. А ты? А я люблю тоже помидор. Но свежий огурец тоже очень вкусный. Просто помидор, его можно использовать не только в салаты, как огурец, например, а куда угодно. Я думаю, некоторые из наших зрителей поспорят с тобой. Многие, думаю, будут просто за огурец. Думаешь? В комментариях вот увидим, кто больше наберет. Проголосуем. Давай. Огурец или помидор. В общем, друзья, давайте проголосуем, кто за огурец или помидор. Вот я лично за помидоры, я уверен, что таких больше. Но если большинство голосов будет за огурец, я приготовлю в следующем ролике блюдо. Вкуснейшее блюдо. Без чего можно приготовить блюдо, как ты думаешь, Рифат? Например, без ножа, наверное. Без ножа блюдо? Сможешь приготовить? Голыми руками. Да, голыми руками. Я приготовлю блюдо в следующем ролике без ножа. Вот так просто. Не буду им пользоваться. Друзья, голосуйте за то, чтобы огурец выиграл. Посмотрим, как он справится. Нет, не надо. Пусть за помидор голосует. Я хочу с ножом. Такие краски, да? Рыбу мы пожарим на сковородке, по-домашнему. Подождем немного, пусть маска нагреется. Пусть маска нагреется. А вот и рыба подоспела. Тебе какой кусочек, Дурби? На твое усмотрение. О, она аж прям разваливается. Смотри. Вот. Что-то очень вкусное и красивое. Давай пробовать. Выглядит это очень заманчиво. Да? Посмотри, как она у меня, конечно. Давай свежие хачаны. Ахмед, я хочу у тебя украсить одно слово. Это бомба. Я тебе эту фразу дарю. В таком случае, мне для тебя тоже подарок. Какой? А вот закончим трапеду? Ты знаешь. Рифат, оставляй камеру, иди к нам. Я же должен людям показать сначала эту красоту. Выбирай. Ты нам даришь барана в дорогу? Да. Давай вот этого. Но я один не поймаю. Рифат, поможешь мне? Ну пойдем тогда. Погнали. Желаю удачи. Тогда ты будешь оператором. Давай. На ближайшие несколько минут. Вот этого? Да, вот этого. Все. Вот он. Давай, давай, давай. Тихо. Фу, это было нелегко. Ну что, теперь я просто обязан приготовить из этого барашка блюдо. Давайте вы, наши зрители, выберите, что мы приготовим в следующем ролике из этого барашка. Согласны? Ну тогда погнали.